Слушайте доктора. На службе сосудистых, не знаю, хирургов, врачей, которые занимаются сосудами, в лечении доброкачественных и злокачественных новообразований кожи. Почему мы на этом делаем акцент? Потому что в медицинском центре совершенства такое оборудование есть, и мы о нем еще не рассказывали, и мы не знаем, как оно действует, и какие результаты дает. Поэтому хотелось бы, чтобы все было разложено по полочкам, и было понятно, кто, когда, в каких случаях и кому должен обращаться, если замечает на своей коже какие-то новообразования. В общем, про изменения на кожном покрове мы часто говорим здесь, в этой студии, но что меня задело, когда я готовилась к этой программе, это то, что лазерное оборудование, о котором сегодня пойдет речь, можно применять даже для лечения совсем маленьких детей. Это так? Да, это так. То есть то лазерное оборудование, которое находится в медицинском центре совершенства. Во-первых, у нас там несколько лазеров, в том числе и селективные лазеры. Ну, так уж не буду вдаваться в такие колоссальные технические подробности. Я думаю, что ни к чему. Все есть в специальной литературе, в специальной интернете. Это будет очень интересно, наверное, для специалистов. Но, тем не менее, оборудование лазерное очень хорошего качества у нас в медицинском центре присутствует. Да, действительно, мы занимаемся, я занимаюсь лечением, допустим, гемангиом, доброкачественных сосудистых образований кожи у детей с самого раннего возраста. То есть, ну, фактически, там, с момента появления. То есть, по любой... С момента появления ребенка? С рождения, да, с рождения ребенка, да. То есть, у некоторых детей гемангиомы появляются с рождения. У некоторых они появляются в первые, там, дни или недели жизни. Как у любого медицинского оборудования, как у любой, скажем так, медицинской методики или специальности, ну, скажем, ладно так, по медицинскому лазерному оборудованию есть, конечно же, определенные показания и противопоказания. Противопоказания есть как абсолютные, так и относительные. И вот по нашему лазерному аппарату, селективному, абсолютные противопоказания – это злокачественное новообразование кожи, в частности, меланома. Относительные противопоказания – это дети до полугода. Но есть европейские рекомендации, к которым, естественно, мы к ним прислушиваемся. Потому что, если одинаковая патология, что, скажем так, в Германии или в России, ну... И есть опытно работанный. Конечно, есть опытно работанный. То там детей с гемангиомами, в частности, на голове, в анагенитальной области, в Европе рекомендуют убирать это с помощью лазера в месяц, даже два месяца после рождения. То есть совсем маленьких детишек. Вот возвращаясь к тому, что вы это приобрели оборудование, установили, с чем это было связано? Достаточно большое количество родителей обращаются с такими детьми к вам в центре? Да. Поскольку я лазерными технологиями в медицине занимаюсь уже фактически 10 лет, то, когда я начинал этой проблемой, вернее, когда я начал заниматься, работал немножко в другом учреждении, я не ожидал, что будет такое огромное количество детей с гемангиомами. Я просто, наоборот, не ожидал, что вот в иные дни приходило до 14, ну, не приходило, а приводили, приносили, маленькие совсем дети, там бывает несколько месяцев, 14-15 детей приводили с гемангиомами. Потом, конечно, с годами стало поменьше. То есть, представляете, за год работы там проходило несколько сотен человек. Что касается вот этих детишек совсем маленьких, да, кто в первую очередь обнаруживает новообразование? Сами родители находят и приходят к врачам? Или врачи, кто у нас там, неанатологи, да, еще в это время действуют? Они смотрят, они направляют куда-то? Как это происходит? Неанатологи иногда видят, педиатры видят. Когда ребеночка уже выписывают из роддома, то гемангиом появляется там в первые дни жизни, то это видят уже родители. Вот поскольку сейчас информации более чем достаточно, родители обращаются, да, интернет, родители обращаются к своему доктору, он говорит, да, это гемангиома. Там иногда или рекомендуют это убирать, или подождать там какое-то время, но в любом случае рекомендуют консультацию специалиста. Или же детского хирурга, или же детского онколога. То есть педиатр или неанатолог направляет к специалисту, детский хирург или онколог, тот устанавливает какая-то опухоль доброкачественная и злокачественная? Не только гемангиомы, чаще всего, ну практически там, не побоюсь это сказать, 99% это доброкачественная опухоль. Она имеет свойство там иногда изъязляться, но это достаточно редко бывает. Просто гемангиомы разные есть. Мы сейчас говорим о накожных локализациях. Так, кожная или накожная локализация. Гемангиомы, которые находятся во внутренних органах, ну их невозможно визуализировать. Мы говорим про кожу, про кожу сегодня. Хорошо, что такое по сути гемангиома, почему она возникает? Причина возникновения гемангиома в настоящий момент пока еще неизвестна. То есть по статистике, по исследованиям различным, она на голове возникает в несколько раз чаще, чем на остальных участках тела. И тоже непонятно почему. Непонятно. У девочек чаще, чем у мальчиков, 4-5 раз. Это тоже доказано. Предположение, что у девочек чаще, чем у мальчиков, предположение такое, что у девочки соответствующий эстрогеновый фон гормональный. Почему чаще возникает? То есть эстрогены виноваты, возможно, в этом? Ну, возможно, на сегодняшний момент возможно. То есть, и что происходит? Почему возникает? Ну, в смысле, как они выглядят в итоге? Что происходит с сосудами? Что происходит с кожным покровом? По большому счету, если так просто сказать, гемангиомы – это как, можно сказать, такая губка с огромным количеством сосудов, которые расположены на коже или на слизистых, или внутри кожи. Гемангиомы есть капиллярные, кавернозные или смешанные. Капиллярно-кавернозные. То есть это разные по размеру сосудики, видоизменяются? Очень мелкие. Чаще это очень мелкие сосуды. Они разрастаются как-то, или что с ними происходит? За счет чего возникает сама вот эта? Это же опухоль? Это опухоль. Она доброкачественная. Но поскольку она так быстро растет, то решили считать ее опухолью. Так, по крайней мере, в литературе и в классификациях звучит. А скорость роста этой опухоли, она какая-то понятная или все индивидуальное? Все индивидуальное, но скорость роста гемангиом очень бывает впечатляющая. То есть, допустим, если родители, ну, к примеру, увидели у ребенка эту гемангиома 1 октября, то к 1 ноября она может увеличиться в размере в разы. Была она, допустим, диаметром 1 сантиметр. К 1 ноября она может достичь уже 5 квадратных сантиметров. То есть она очень быстро растет. Причем некоторые родители к нам приезжают в ужасе, в шоке, что, господи, была совсем маленькая гемангиома, там, за неделю, там, ну, не за неделю, допустим, там, за месяц, за 2 месяца она выросла в разы. А самое впечатляющее по размерам гемангиома на вашем опыте? На моем опыте это была гемангиома на волосистой части головы, наверное, диаметром сантиметров 10. Капиллярно-кавернозная гемангиома на височно-теменной области. Ну, представляете, такая лепешка вот размером с ладонь, такой, ну, среднестатистического человека, через который растут волосы. Ну, не знаю, можно так в прямом эфире говорить, как представить, такая кровяная лепешка, через которую растут волосы. То есть об операции какой-то родители там даже разговоров не заводили. Что там оперировать у маленького ребенка? Ну, вот это был мой первый опыт, так сказать. Все благополучно закончилось. Конечно, не с первого раза, а пришлось делать там не один, не два, не три раза, но все закончилось благополучно. Сейчас этот ребенок ко мне уже, по-моему, не приходит. Они, по-моему, в последний раз приходили два или три года назад. Ну, там взрослый парнишка уже. Там практически никаких следов на голове не осталось. Волосы растут все ровно, кожа небольшая, где-то есть срубцовая деформация и все. Вот Вы устанавливаете диагноз, что это гемангиома, доброкачественная опухоль. И дальше как выбирается метод лечения? Метод лечения? Если это капиллярная гемангиома, чем она ярче, с четкими границами, предпочтение сейчас в мире в основном это лазерное воздействие на гемангиому. Существует еще криодеструкция, но, насколько я знаю, насколько я располагаю информацию. Да, это воздействие холдом криодеструкция, она в некоторых учреждениях уже просто-напросто запрещена. Потому что, допустим, гемангиома находится на лбу или на щеке. После криодеструкции иногда возникают такие рубцы, что этот метод просто-напросто порочный. Существуют еще оперативные методы лечения, но, опять же, если гемангиома находится на видимых участках тела и сечет гемангиому, и последующий там будет рубец, ну, простите, зачем заведомо уродовать ребенка рубцом, который будет на всю оставшуюся жизнь, просто-напросто. Некоторые гемангиомы, у некоторых гемангиом бывает так называемая инволюция, обратное развитие. Но это очень нечасто, честно говоря, очень нечасто такое бывает. И тоже непонятно, почему возникает этот процесс, прогнозировать его нельзя. Невозможно. Иногда в некоторых учреждениях рекомендуют ждите до года, ждите до года. Ну, простите, если у ребенка гемангиома нос, лоб или щека, или занимает там все верхнее, нижнее веко, это видимые участки тела. Ждать до года, если она не рассосется. Чем меньше ребенок по возрасту, чем раньше начато лечение, тем гораздо лучше результат. Я не побоюсь этого сказать, что в некоторых случаях с гемангиомами я гарантирую стопроцентное излечение полностью. И рецидивов не бывает. Вот сейчас, Сергей Владимирович, важную фразу сказал, что не побоюсь этого сказать. Понятно, что гарантировать излечение, мы даже по законодательству не можем в эфире говорить, что бывает стопроцентное излечение. Хорошо, 99%. Да. Но вот что касается воздействия, как раз я хотела, Сергей Владимирович, с вами и поговорить. Что происходит в процессе лазерного лечения? То есть, когда иссякается опухоль, понятно, ну что такое, разрезали, вырезали, зашили там, да, и дальше смотрим, возникнет, не возникнет, в другом месте, в этом неясно, непонятно. Что происходит, когда воздействует лазер, и на какие участки кожи воздействуют лазером? Только ли одну опухоль берут, или соседние участки тоже иссякаются? В самом начале я сказал, что у нас несколько лазеров, один из этих лазеров, он селективный. То есть, он работает на определенных длинных волн, и он воздействует только на те ткани, которые нужно убирать. Да, конечно, там в процессе работы лазер попадает на здоровую кожу, но это минимальнейшее повреждение, там какие-то десятки микрон, это ничтожно мало. Поэтому лазер работает на определенной длине волны, определенные характеристики, и он воздействует только на эту измененную ткань, то есть на саму гемангиома. Это длительная процедура, и сколько их нужно? От чего зависит количество? Чем площадь гемангиома, чем она ярче, тем меньшее количество сеансов. Обычно, вот когда гемангиома плоская и яркая, то есть такого красно-кирпичного цвета, иногда гемангиома уходит за 2-3 раза, ну, 99%. Когда гемангиомы кавернозные, допустим, они когда большие, они уходят в глубину тканей такого синеватого цвета, то там особенно локализация на голове, там иногда бывает и 10-12 сеансов, особенно на голове. А длительность этого сеанса за один раз? Зависит от площади гемангиома. Если, допустим, площадь гемангиома 1 квадратный сантиметр, то от 30 секунд до 2 минут, где-то так. Какая-то специальная подготовка перед сеансом требуется пациенту? И после сеанса как он должен себя вести? Обработка антисептиком, место воздействия всегда, но это уже, так сказать, по умолчанию, это даже не обсуждается. Затем, если есть возможность, мы наносим анестетик местный. Специальный крем и гелий существуют. Иногда делаем местную анестезию инфильтрационную, то есть вводим анестетик с помощью шприца и иголки. Это по просьбе пациента или кому-то показано? Нет, нет, процедура малоболезненная. Честно говоря, малоболезненная процедура, поэтому иногда, скажем так, риск анестезии. Я родителям говорю, что процедура малоболезненная в любом случае. Дети во время процедуры пищат, плачут очень многие, даже когда еще ничего не начали делать. От страха просто волнуются. Да, от страха там волнуются. Взяли ребенка за руки, за ноги, зафиксировали голову, там глаза закрыли, потому что лазерное излучение, оно все-таки опасно, там глаза зафиксировали, специальные щитки или очки, ребенку уже не нравится вот это ущемление свободы. Он уже начинает плакать и вести, ну капризничать просто-напросто. Ну и все по большому счету. То есть процедура малоболезненная. Я иногда родителям предлагаю, папе или маме, давайте мы вам сделаем кратковременное воздействие куда-нибудь там на предплечье, буквально там, ну секунду, две секунды. Они говорят, нормально, это абсолютно терпимо. И дети еще это наблюдают, да, есть возможность, что папа не запищал, значит все хорошо. Ну если ребеночка полгода или три месяца, он еще не наблюдает. Когда дети постарше, там уже бывает, что приводят детей там уже, ну не с гемангиомами, а с капиллярными дисплазиями, там дети постарше, там от 6 до 12 лет, там уже, конечно, с ребенком нужно там о чем-то договариваться, там делаешь анестезию. После того, как проводится детям лечение гемангиомы с помощью лазера, остаются ли какие-то следы на коже? Любое лазерное воздействие, это всегда ожог. В любом случае, как бы там красиво лазер не называли, это всегда идет ожог. Ожог не первая степень, там вторая, третья степень. То есть там всегда образуются пузырьки или какая-то корочка и водянистое содержимое. Вот корочка держится там от 5 до 14 суток, то есть тоже индивидуальные особенности кожи. Потом эта корочка сходит, так она корочкой везде в литературе нашей медицинской и называется. И корочка сошла, то есть гемангиомы становятся гораздо бледнее, прям так мозаично. То есть второй раз ты делаешь уже мозаично, и все. То есть реабилитация не очень длительная, но обработка антисептиками. Я напомню, что у нас в студии находится Сергей Иванов, врач сердечно-сосудистый хирург, врач высшей квалификационной категории, специалист по лазерным технологиям, специалист медицинского центра совершенства. Мы говорим о применении лазерных технологий в лечении новообразований кожи. Меня еще заинтересовала вот какая вещь. Вы сказали, что зависит количество сеансов от величины, от структуры самой этой опухоли, этого новообразования, и от того, насколько глубоко она, собственно, вошла в наш организм. А насколько глубоко она может войти в наш организм, и если она так глубоко, как может лазер, не повредив окружающие ткани, все вот эти корешки ее достать? Когда капиллярная гемангиома, это миллиметр, может быть, полмиллиметра. Ну, счет идет там один-два миллиметра, а не более. То есть там лазер проникает, смотри какой, на глубину до полусантиметра иногда. Наш лазер селективный, он проникает на глубину там полмиллиметра, один миллиметр. Опять же, там от мощности зависит, от времени воздействия. То есть, соответственно, если гемангиома кавернозная, она уже уходит в толщу кожи, в подкожжевую клетчатку на полсантиметра. То есть, естественно, количество сеансов, по-моему, возрастает. Почему я акцентировал, что гемангиомы именно кожные, или даже, может быть, правильно сказать, именно на кожной локализации. А как мы можем понять, то есть как исследование проводится, чтобы понять, какой величины и толщины гемангиома? Снимки какие-то делаются? Нет. При визуальной оценке все это прекрасно. Понятно специалисту, да? Конечно, конечно. Некоторые делают ультразвуковое исследование гемангиомы и кожи под гемангиомой. То есть, если гемангиома бывает на волосистой части головы, то родители некоторые... Ну, это рекомендуют иногда делать. То есть, есть какие-то опасения, что гемангиома может прорастать через кожу, подкожжевую клетчатку, через кости, входит череп. Но это уже какие-то казуистические случаи. По крайней мере, у нас таких пациентов не бывало просто-напросто. И напомним еще раз, что эти технологии, о которых мы сейчас говорим, не применяются при новообразованиях злокачественных. Правильно? Здесь мы уже переходим от гемангиом, гемангиом, который бывает у детей, мы переходим уже, так сказать, к более взрослым пациентам. Еще раз говорю, по лазеру абсолютные противопоказания у нас меланома и некоторые виды раков кожи. Но меланому, господи, извините, не меланому, а базалиому, базально-клеточный рак кожи, мы имеем полное право лечить. А чем отличается базалиому базально-клеточный рак кожи от меланомы? Базально-клеточный рак кожи, если так можно сказать, простите, уж вульгаризируюсь, черный рак кожи, я бы так его назвал. Это черная меланома. Меланома – это черная, по-простому говоря. Но она бывает обеспечена. То есть, если возникают какие-то очень ситуации, меня что-то настораживает, пациентов с черными и коричневыми наобразованиями на коже, я всегда отправляю к врачу-онкологу. По крайней мере, настоятельно рекомендую. Или приходят пациенты и говорят, а у меня была меланома. Простите, я говорю, меланома – это абсолютное противопоказание для лазерных технологий. Что-либо вас убирать. Так что, пожалуйста, к онкологам обращайтесь. Если мы переходим к пациентам более старшего возраста, как вы сказали, это правда? То есть, я понимаю, что гемангиомы только у малышей встречаются, только у детей? Нет, нет. И у взрослых бывает. А до какого возраста максимально распространены гемангиомы, а с какого возраста уже редко это встречается? Есть какая-то такая ситуация? Бывают так называемые синильные гемангиомы на лице, на туловище. Как правило, после 50-60 лет приходят. Это возрастные какие-то изменения. А они как выглядят, эти синильные гемангиомы? Красно-синие пятна. Просто пятнышки… Ну, они возвышаются над кожей. А, возвышаются. Они возвышаются над кожей. А я наблюдала ещё у возрастных пациентов большое количество таких коричневых, там, тёмно-коричневых, почти чёрных новообразований, но они не злокачественные. Это что такое? Или на словах невозможно сказать? Пигментные невусы, почему? Да? Вот если какая-то сомнительная ситуация, да, то есть мы всегда исключаем какое-то, стараемся исключить злокачественное новообразование кожи, при котором лазерные технологии категорически противопоказаны. То есть таких пациентов мы отправляем к врачу-онкологу, ну или, допустим, к дерматологу. Визуальная оценка использования дерматоскопа. Но, опять же, опыт врача-онколога. Если они видят это в течение, там, нескольких десятков лет, то, естественно, уже у людей есть опыт. Они говорят, да, это очень похоже на меланомы. Там, ну, гистологическое исследование они в некоторых ситуациях берут даже. То есть клеточки исследуют на предметах состояния? Конечно, да, ткань, клетки исследуют гистологическое, цитологическое исследование. Да, мы сегодня говорим о применении лазерных технологий в лечении доброкачественных новообразований кожи. И говорим мы с Сергеем Ивановым, врачом-сердечно-сосудистым хирургом, врачом высшей категории, специалистом медицинского центра совершенства. Главное, в отношении нашей программы, специалиста по лазерным технологиям. Только ли гемангиомы и можно лечить теми лазерами, которые стоят в медицинском центре совершенства? Только ли гемангиомы? Я правильно понял. Да. Практически, ну не практически, а все доброкачественные новообразования кожи. Давайте расскажем, какие еще. Поверьте, их достаточно большое количество. Но с чем чаще всего обращаются? Невусы, папилломы, ангиофибромы, дерматофибромы, гемангиомы, звёздчатые гемангиомы. Слушайте, я, честно говоря, даже не могу такое большое многообразие. Просто, когда я использую методические указания по лазерным технологиям, там методичка такая, толщиной там сантиметр. Там много достаточно всяких нозологических единиц. С чем женщины чаще всего обращаются к вам? С чем женщины обращаются? Папилломы, дерматофибромы, гемангиомы, то есть вот этот вот купероз на лице, то есть на щеках, на носу. Да, сосудистые звёздочки. Кто-то называет это купероз, кто-то называет это телеангектазией, там сосудистые звёздочки. Ну, я понял, суть вопроса ясна. С этим обращаются. Вот эта история интересная, кстати говоря, про купероз. Если человек курит, то есть ли смысл обращаться, чтобы убирать звёздочки? Потому что многие считают, что купероз у курящего человека – это непроходимая вообще проблема. То есть если куришь, имей в виду, что у тебя будет купероз. Курение само по себе вредно? Я как сосудистый хирург могу сразу же декларировать, что это категорически. Такой вот связи, что у курильщиков возникает купероз, я не считаю. Нет такой, но это распространённый миф в таком случае получается. Да, по крайней мере, я такой корреляции, что у курильщиков купероз сплошь и рядом. То есть если курильщик пришёл убирать вот эти сосудистые звёздочки, то я почему задала такой вопрос? То есть бесполезно ходить убирать, пока не бросил курить? Нет, ради бога. Курить или не курить – это личное дело человека. Купероз я всё равно, ну или в другом учреждении человеку уберу. Моё мнение по поводу не курения, а возникновения купероза. Мы живём в климате от минус 40 до плюс 40. Наша кожа, естественно, реагирует в конечном итоге. То холод, то мороз. Опять же, вода может быть у нас где-то не очень хорошая, возможно. ОРЗ, то есть ОРЗ, человек использует носовой платок, вот он и себе здесь около носа. Около носа по красному возникает. Да, конечно, конечно. На крыльях носа наиболее частая локализация. Что касается папиллом, о которых вы уже сказали. Вот эти неприятные такие маленькие противные выросты на коже, да? Не всегда маленькие. Иногда такие, я их называю сосульки-гирлянды, вырастают на веках, на шеях, в подмышленных областях, в паховых областях. Ну, что есть, то есть. А их происхождение, происхождение папиллома понятно нам? Вирус папилломы человека. От которого есть сейчас прививка? Вообще существует в природе порядка 30 или 40 штаммов вируса папилломы человека. То есть от всех этих штаммов вируса папилломы человека привиться невозможно. Да, существуют противовирусные препараты. Но пока, я, честно говоря, и по своим наблюдениям, по отзывам коллег, и потому что нас в литературе и в интернете, я, честно говоря, большого эффекта не вижу. Хотя врачи-дерматологи по стране с очень высоких трибун, также по радио, по масс-медиа, они рекомендуют противовирусные препараты принимать два раза в год. Но низкая эффективность все равно в любом случае пока. Что будет завтра или послезавтра, или через год, через два, я не могу сказать. Но, наверное, человечество научится с этим бороться. А прививка от вируса папилломы человека, которая делается девочкам до 14 лет с целью профилактики рака груди, она только вот на этот конкретный штамм... Нет, подождите, не рака груди, а рака шейки матки, насколько я знаю. Да, да, там совершенно другой штамм вируса папилломы человека, который может вызывать... Конкретно специфический, да? Да, да. То есть у меня такие ситуации бывали, когда мамы приходили с взрослыми девочками, 15-16 лет, девочки там папилломы где-нибудь там в подмышечной области или на шее, и говорят, Сергей Ильич, нам не совсем понятно. Вот мы, нашу девочку, наши девочки сделали прививку от вируса папилломы человека. У гинекологов, да. А почему папилломы выросли на шее или в подмышечных областях? Это совершенно другой штамм. Вот против того штамма, да, то есть там вероятность вникновения эрозии, рака шейки матки, она, наверное, минимизирована или сведена полностью к нулю. А здесь совершенно другой штамм вируса. Который работает и вызывает вот эти гирлянды, как вы сказали. Ну да, это так вообще так. Страшно к ним прикасаться, потому что боишься ее сорвать, потечет, какая-то там вот кровь фонтанами будет бить. Ну не фонтанами, но потечет, да. Обычно их травмируют, иногда приходят, когда уже большая. Потому что они такие вертикальные вырасты. Да, 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 она достаточно большая, то есть когда человек ее травмирует во время бритья или там, ну, застежки, элементами одежды, их сдергивают, она воспаляется, она начинает кровоточить. А на месте ее снова потом вырастают, да? Конечно, конечно. А что тогда происходит, когда ее удаляют лазерами? Уничтожается совершенно? Полностью и немножко в глубину, чтобы убрать зону роста. Но мы не даем стопроцентной гарантии. Что не вырастет? Потому что если есть вирус папиллома человека, он в организме человека циркулирует, да, я вот здесь вот уберу, но если вы не будете следить, сантиметр рядом или в полсантиметра рядом она все равно может вырасти. А что значит, если вы не будете следить? Как нужно следить? У меня достаточно большое количество пациентов, пациенток, у кого есть папилломы на коже, ну, в разных локализациях, они иногда приходят и говорят, вот у меня есть, я говорю, да, я эти уберу. Они приходят через полгода, у меня опять выросли, хотя я принимал противовирусный препарат. Я говорю, самое простое, приходите, пожалуйста, ко мне или в другое учреждение, там, к другому специалисту. Один, ну, два раза в год. Вот когда они совсем маленькие, там, миллиметр, полмиллиметра, вы их визуализируете или так, ну, просто ощущаете, что они есть. Пришли, доктор подсмотрел, под увеличением, все убрал, и вы забыли. Вы не даете им шанса, чтобы они вырастали. То есть мы, получается, что противовирусные препараты против, тоже не гарантия стопроцентная от папиллома. Нет, мы же говорили, что с доктором надо дружить, получается. В медицине стопроцентных гарантий нет, не было, и, ну, надеемся, что будут когда-то. Ну, это когда мы роботами станем с искусственной кожей и всеми органами. Да, мы говорим о лечении новообразований кожи, говорим с Сергеем Ивановым, специалистом медицинского центра совершенства, и, в частности, о новых технологиях, лазерных технологиях в их лечениях. Я вот сказала слово «новый» и сразу запнулось, потому что лазер-то существует ведь очень давно. А вот в лечении новообразований кожи, как давно он применяется и как давно применяется в России? То, что у вас оборудование в совершенстве, у единственного медицинского центра такое стоит, это мы уже выяснили. А как давно вообще такое оборудование создано и применяется? Лазеры в медицине используются достаточно давно, хотя слово «давно» очень относительно. Я думаю, что в течение 30 лет это в целом в мире используются лазеры, так уже достаточно широко. То есть лазеры используются в хирургии, в гинекологии, в онкологии, в офтальмологии, в дерматологии, косметологии. То есть активно это все начали уже использовать, я думаю, что в течение последних, наверное, 20 лет. То есть в 2000 году, боюсь соврать или кого-то обидеть, в 2000 году в Кирове, наверное, еще лазеров и не было по большому счету. То есть все стало активно появляться где-то в 2005-2009 году. А с чем это было связано? Что стали активно появляться эти аппараты? Жизнь не стоит на месте. Есть востребованность. Это все стало появляться в Москве в конце прошлого века. И все постепенно от Москвы на периферию ушло. Зачем ехать в Москву лечиться? Все можно прекрасно сделать в Кирове или в другом городе. Да. А лазерные технологии в лечении новообразований кожи как давно используются? То есть как мы можем проследить практику и последствия воздействия лазера? Если говорить про Киров, я думаю, что это последние лет 15-17. Это мое мнение. Это мое оценочное мнение. Потому что коллеги там некоторые могут меня поправить, сказать, что мы начали это использовать, может быть, с 1999 года, какие-то единичные случаи за границей. То есть в Европе это достаточно давно уже используется. Но будем считать, что с 90-х годов. То есть мы можем просто последить, если используются лазеры уже с начала 90-х годов, то понятно, что мы смотрим там уже десятилетиями можно измерить эту практику и последствия воздействия и рекомендации. То есть насколько это новый метод или уже действительно опробированный и понятна безопасность или опасность в каких-то случаях? Я бы сказал, что этот метод достаточно уже обыденный получается. Да, пациент говорит, ну вот я пойду лазером подпаивать сетчатку, исправлять свое зрение. Это уже нормально. Это уже да. То есть я пойду, вот у меня выросло новообразование на коже, я это пойду сделаю лазером. Тем более вот там клиника или центр через дорогу, я пойду сделаю это нормально совершенно наявление. Все это уже обыденность. Но взрослые люди давно уже лазером удаляют себе новообразование. А малышей вот сейчас в совершенство можно приводить. И да, я ведь правильно говорю, что у вас у единственных есть такое оборудование сейчас? Мы не единственные в городе. В городе, в любой медицинский центр, практически любой медицинский центр, где работают дерматологи, косметологи, везде есть лазерные аппараты. Поверьте, они все разные. Точки приложения лазерных аппаратов разные. Кто-то направлен на косметологию, кто-то направлен на дерматологию, кто-то направлен на хирургию, кто-то направлен на гинекологию. То есть, ну вот мы скажем так... А в чем уникальность тогда вашего оборудования? А он селективный. Вот он работает на этой длине волны именно. Вот СО2 лазеры по городу они есть. Это уже достаточно старый лазер. А что такое СО2 лазер? СО2 это лазер, который работает на углекислоте, по-простому говоря. И что? И в чем разница селективного СО2? Это долгий разговор, поверьте. Это очень интересно, потому что людям важно. Они же делают выбор. Они же делают выбор. То есть, вот они приходят к врачу. Врач говорит, что возможно удалить, например, это новообразование СО2 лазером, а возможно вот селективным лазером. И дальше он говорит, что в этом случае возникает это, в этом случае это. Какая разница делать селективным или СО2 лазером? Еще зависит от того, как доктор... Чаще все-таки выбор стоит... Доктор выбирает, каким лазером делать. То есть, если я смотрю, что вот здесь мне лучше, допустим, начать делать лазером СО2. Я сделал это лазером СО2. А дальше там уже какую-то шлифовку кожи или более другое воздействие я буду делать более щадящим лазером на другой длине волны. То есть, я уже выбираю. Я почему говорю, что в медицинском вот нашем центре, это мое пожелание, должно быть несколько лазеров. То есть, пациент приходит, и доктор уже думает, так, на этом лазере глубоко, на этом будет, ну, скажем так, реабилитация чуть больше. Этим лазером, ну, скажем так, воздействие будет менее эффективное. Здесь может быть быстрее, здесь может быть медленнее, здесь больше с исходом в косметологию. И что я еще хочу вот еще сказать, что когда вот вот это вот слово, специальность лазерной технологии именно в медицине, это так достаточно широко. То есть, я вот уже спустя годы работы могу сказать, что я работаю на стыке таких специальностей, как дерматология, косметология, онкология и хирургия. Вот, у взрослых и у детей. Вот, родители иногда продолжают, да, отвечать на ваш вопрос. Иногда родители бывают очень продвинутые. Они уже вопрос полностью выяснили в интернете. Все в свободном доступе у нас. Звонок в медицинский центр. Какой у вас лазерный аппарат? Регистратор говорит, у нас такой-то лазерный аппарат. Родители все ставят плюсик, допустим. Какой у доктора опыт работы? Ну, там, месяц, там, или пять лет. Угу, там, плюсик или минус ставят. В какое время там можно записаться, там, и прочее, прочее, прочее. То есть они уже знают, что у ребеночка там такая патология, допустим, или пациент желает обратиться, он знает, что на этом лазере лучше сделать. Звонок в медицинский центр. Какой у вас лазер? Такой-то. Опыт работы доктора такой-то. Все, мы идем к вам. А если там начинается как-то так, это не очень четко объяснять, ну, просто пациент уйдет в другой центр. Вот и все, банально, я считаю. Да, то есть у нас пациенты... Такие ситуации бывают. Поверьте, звонок, какой лазер, сколько доктор занимается, и все. Этого достаточно бывает. Потому что наш лазер не единственный в этой стране. Потому что работает и Москва, и Нижний Новгород, и огромное количество других городов. доступно, в принципе... Ну, лазер на парах медиа уж не будут фирму говорить, да? Да, не надо. Хотя, я думаю, что никто не обидится, если мы ее назовем. Но это все можно выяснить, позвонив в медицинский центр совершенства. Кроме того, можно зайти на сайт медицинского центра и посмотреть, что предлагается. Сайт называется sovermed.ru. Sovermed.ru. Но мы сегодня с Сергеем Владимировичем говорили о новообразованиях кожи и о том, как их можно и нужно лечить. Что я для себя вынесла, что к дерматологу или к врачу-сосудистому хирургу, вообще к врачам. Каждый раз после программы говорю, что к врачам нужно ходить, ходить не бояться, не быть назойливым, конечно, это не должно стать манией какой-то, да, бесконечно заниматься только тем, что ты ходишь к врачам. Но все-таки раз в полгода, раз в год, в зависимости от возраста, нужно посещать врачей, нужно осматривать. А уж кожу, мне кажется, лет после 40 нужно осматривать, ну, точно ежегодно. Если не чаще, не ошибаюсь я, Сергей Владимирович. Я с вами полностью согласен. Я своим пациентам некоторым говорю простой пример. Вы к стоматологу сколько раз в год ходите? Некоторые говорят, ну, я хожу два раза в год. На чистку, как минимум, зубов. Ну да, то есть там гигиенисту или действительно к стоматологу. Я говорю, вы почему свою кожу на лице, спина, туловище и прочие конечности, почему вы свою кожу-то обижаете? Ходите, пожалуйста, к дерматологу один раз в год хотя бы. Но с учетом, что сейчас излокачественного образования кожи становится больше, то рекомендуют и акции проводят в государственное здравоохранение, что раз в год, да, пожалуйста, покажитесь, покажитесь. Болезнь проще лечить на том этапе, когда там минимальный размер, грубо говоря, там зачаточное состояние, гораздо проще. Я ведь знаю, что дерматологи и государственных центров медицинских постоянно действительно проводят акции, такие месячники, дематологические и онкологические тоже. Но и в платных медицинских центрах, таких как Совершенство, вы тоже проводите такие акции, бесплатно посещение дерматологов, бесплатно посещение практически всех специалистов. За этими акциями можно следить тоже на сайте severmed.ru. На время наше программа подошло к концу. Я благодарю Сергея Иванова, который пришел сегодня к нам в студию и рассказывал о лазерных технологиях в лечениях новообразований кожи. Спасибо, Сергей Владимирович. Спасибо вам. Запись этой программы можно будет еще раз переслушать на сайте hakirova.ru. Напоминаю, что мы в прямом эфире выходим по пятницам с двух часов дня. А в повторе программы вы сможете услышать завтра, в субботу, в 10 часов утра. У микрофона работала Светлана Занько. Слушайте «Доктора» и будьте здоровы. До свидания. До свидания. Слушайте «Доктора». Светлана Занько. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова